Дорогие друзья, уважаемые коллеги, сегодня у нас очередная передача в цикле Гастро Клуб. И мой гость это врач, дерматовенеролог, косметолог, преподаватель кафедры дерматовенерологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова и главный врач клиники Swiss Beauty Clinic Федоров Андрей Александрович. Здравствуйте, Андрей Александрович. И прежде чем перейти к обсуждению крайне интересной темы нашей сегодня, это здоровье кожи и связь заболеваний кожи с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, я хотела традиционно призвать наших слушателей принять самое активное участие в нашем разговоре в течение всего часа. Вы можете присылать в чат свои вопросы, и мы постараемся с Андреем Александровичем ответить на эти вопросы. Тема действительно животрепещущая, и мне кажется, она очень актуальна, и скорее тема некой борьбы, потому что с одной стороны дерматологи и косметологи, косметологи тем более на приеме очень часто говорят, идите к гастроэнтерологу, подразумевая нечто такое абстрактное, что там вам помогут. При этом гастроэнтеролог, я думаю, что тут интересно послушать ваше мнение, часто, наверное, в неком находится тупике, а зачем вы мне его послали, что вы тут хотите найти или увидеть. И вот здесь, мне кажется, интересно побеседовать, потому что на сегодняшний день есть и некие метаанализы, некая доказательность, и она не слишком в пользу того, что кожные проблемы решаемы вот так вот с точки зрения отправления к гастроэнтерологу. При этом, конечно, есть и объем определенных исследований, и ин вивы, и ин витро, и довольно с приличной выборкой, которые все-таки говорят нам о том, что когда-нибудь мы доберемся до полного анализа микробиома и так далее, и все-таки вот эту построим ось, слаженную ось, когда кишечник, кожа, они все-таки взаимодействуют между собой, и там происходит масса биохимических процессов, поэтому нам найти какую-нибудь практическую середину, наверное, да, то есть когда мы можем отправить действительно к гастроэнтерологу вот с каким-то состоянием, и наоборот, может быть, когда гастроэнтеролог может отправить к дерматологам, к косметологам решить какую-то проблему эстетическую пациенту, да, когда изнутри, ну, не получается ее решить. Первый вопрос, который я хотела вам задать, он такой даже не про желудочно-кишечный тракт, а все-таки расскажите нам, какие ключевые аспекты влияют на здоровье кожи, вот питание каким-то образом влияет на здоровье кожи или нет, спорт улучшает, нет, какой-то гормональный статус, очень часто, да, особенно женщины, молодые девушки любят принимать витаминно-минеральный комплекс, каким-то образом это влияет на здоровье кожи или это миф, ну, вот такие основополагающие моменты. Да, основополагающие моменты, потому что действительно очень частый вопрос, который задается на приеме в силу того, что все-таки я веду косметологический прием, доминантно, и в этом смысле ко мне приходят в основном здоровые люди, но с определенными амбициями в плане хорошо выглядеть и поддерживать здоровье на разных уровнях. Сейчас все-таки тренд, к счастью, сместился в сторону поддержки здоровья изнутри, красоты изнутри, да, скажем так вот, и все-таки хотят люди разобраться. Поэтому самый такой частый вопрос это, что мне попить для кожи? Это вот классический абсолютно вопрос. Он совершенно понятен, потому что действительно все любят сделать что-то для себя, но с наименьшими усилиями. И, конечно, когда речь идет о пойти условно побегать или заняться чем-то менее занудным, там, не знаю, на турнике повисеть, может быть, йога, может, еще что-то, это требует каких-то уже морально-волевых больших несколько усилий, нежели, конечно, утром выпил некие кругляшки, некие таблеточки, да, и уже день начал с того, что сделал что-то для себя, но не прикладывая больших усилий. Поэтому, конечно, мы всегда говорим о том, что есть базовые основополагающие процессы, которые будут влиять на внешность весьма сильно. И здесь образ жизни играет доминирующее значение, это банальная фраза, но ее приходится раз за разом повторять. В первую очередь, если говорить о качестве кожи, о ее внешнем состоянии и вообще о состоянии внешности, о состоянии внешности, говорящей нам о том, что есть здоровье, все хорошо, это, наверное, инсулин-резистентность. Эта проблема, конечно, не 20-25-летних чаще, однако эта проблема 30-35 и старше, она довольно актуальна, выходит довольно на существенный план, потому что как только мы имеем дело с инсулин-резистентностью, да, возможно, и не дошедшей до уже крайней степени выраженности, до развития сахарного диабета, но так или иначе, когда у нас начинаются скачки выработки инсулина, это, безусловно, приводит к весьма печальным и нежелательным последствиям для кожи. Во-первых, избыток глюкозы, который не успевает вовремя инсулин загонять в жировые депо, глюкоза приходит в инсулин независимой ткани, совершенно логично, поэтому страдают не только сосуды, при этом надо сказать, что у любой ткани трофика это, наверное, одно из основных, что, в общем, задает тон. Да, безусловно, это возможность репарировать мутации в клетках, которые происходят во множестве, для этого нужно довольно много энергии, да, мы помним о том, что даже в адипоците, вот если мне память не изменяет, до 14 тысяч мутаций происходит за сутки, хотя не делящаяся, казалось бы, клетка, да, как-то нужно системе репарации с этим справляться, с одной стороны. А с другой стороны, в принципе, трофика, она нам нужна для успешного функционирования ткани, поэтому сосуды микроциркуляторного русла, естественно, они тоже подвергаются со стороны глюкозы, если она заходит в сосудистую стенку, неприятным изменениям, потерей эластики в том числе, это те факторы, которые нам крайне нежелательны. Кроме того, инсулин независимой тканью также является и кожа, куда тоже весьма может активно поступать глюкоза. Я напомню, что в коже главная проблема заключается в том, что организм в своей рациональности там пошел по пути наименьшего сопротивления, и вот основной вот этот плотный коллаген, который создает нам каркасные свойства, фибриллярный, так называемый коллаген, первого, в основном, третьего типа, этот коллаген, он медленно обновляется. То есть, после его синтеза, такая мощная коллагеновая фибрила, она проживает довольно долгую жизнь, больше года, 12, 15, 17 месяцев. То есть, достаточно приличный срок. И, в принципе, скорость ее обновления и так с возрастом начинает падать. А, безусловно, мы помним, что любая клеточная активность определяется межклеточным качественным окружением. Поэтому, конечно же, клетки, которые поддерживают синтез пресловутой гиалуроновой кислоты, о которой, я думаю, многие слышали, не только врачи, да, вот что вот гиалуроновая кислота в коже, она там для чего-то важна и так далее. Синтез коллагена, процессы, таким образом, обновления дермального матрикса, все это зависит от клеточного компонента. Если межклеточное вещество начинает хуже обновляться, скорость падает, а именно это делает глюкозу, потому что, приходя в ткань, она образует шивки. Все, наверное, слышали о таком процессе, как гликация, да? Ну, гликация, фактически, это такая наша повседневность, она во многих тканях происходит. Это когда глюкоза образует нерастворимые шивки с белковыми молекулами, и в итоге вещества, ферменты, которые в норме разрушают, разрезают эти вот мощные фибрилины коллагеновые, да, они не способны это сделать. В итоге у нас начинается хаос, фибрилины эти потихоньку теряют свое былое величие, былое, скажем так, равномерность расположения, и это порождает неравномерность организации вот этого дермального матрикса. Как следствие, клетки начинают хуже мигрировать, хуже выполнять синтетические функции, обедняется сосудистый компонент, да, за, собственно, трофику ее воссоздания отвечают опять же клетки кожи, фибробласты. На выходе мы получаем явление той самой катаболической недостаточности, о которой тоже много довольно сказано. То есть, по факту мы получаем со стороны кожи что? Ухудшение цветности, потому что, конечно, за светоотражающую способность кожи на поверхности отвечает верхний ее слой эпидермис. Но питание-то все этого эпидермиса идет из дермы, поэтому если в дерме у нас страдает трофика, если там развивается катаболическая недостаточность, то мы увидим ухудшение качества верхнего слоя кожи эпидермиса, и кожа будет более тусклая, более серая. Кроме того, инсулин, если он вырабатывается, начинает вырабатываться вот так вот хаотично, более избыточно, ну, я упрощаю, да простят меня эндокринологи, я все-таки специалист, так сказать, другой отрасли, поэтому, возможно, я немножечко какие-то вещи упростил, но вот глобально у нас это именно так происходит. И фактически он способствует задержке жидкости в межклеточном пространстве. То есть, дополнительная отечность, если человек склонен к этому, а у нас большинство лиц, к большому сожалению, по крайней мере, тех пациенток, которые приходят ко мне на прием, они стареют по типу деформационно-отечного такого формата, то есть, когда мягкие ткани смещаются, задерживая жидкость. Гораздо лучший сценарий старения – это когда человек худенький, весь атрофируется, все провалилось, замечательно, там можно всегда все восполнить, он снова будет свеж и бодр. Хуже, когда все куда-то уехало вниз, вот тут уже местами сложно что-то поделать. То есть, Андрей, инсулинорезистентность, это вот для меня, как для врача-гастроэнтеролога, это, как правило, все-таки человек с метаболическим синдромом, это с избыточной массой тела, да, как правило? Ну, как правило, да. Хотя эндокринологи говорят нам, что не всегда вот прямо вот уже нужно прийти к избыточной массе тела, да, чтобы иметь инсулинорезистентность. А что нам тогда делать, чтобы у нас была вот такая не тусклая, не дряблая, не оближшая кожа? Ну, как минимум контролировать параметры, правильно питаться, правильное питание, контроль веса. То есть, спорт, контроль веса. Простые вещи, такие непопулярные вещи, очень такие сомнительные, но да, к сожалению, да. То есть, чтобы кожа была красивой и хорошо выглядела, надо опять-таки заниматься спортом, быть встроенным, лучше худеньким, да, поменьше, есть сладкого, жирного. Да, с возрастом, если мы говорим чисто о внешности, конечно, выглядят всегда предпочтительнее, позанятнее те, кто худ. Редко тучный человек сохраняет... Ну, вот если мы говорим конкретно именно о качестве кожи. О качестве кожи, да, безусловно. Безусловно, метаболический синдром негативно повлияет. Плюс мы помним, что увеличение жировых ДПО, жировые всё-таки клетки сейчас рассматриваются, опять же, я, может, упрощу, простите меня, господа эндокринологи, я буду много перед вами извиняться, потому что я не пытаюсь лезть в чужие специальности, да, там, где я некомпетентен в полной мере, но, насколько я знаю, на сегодняшний день жировые клетки тоже рассматриваются как гормонопродуцирующие ткани. И те же самые, например, висцеральный, жир забрюшинный, считается, что он, например, способствует наработке ангиотензина-2. Да, вот, в общем-то, активизация ренина-ангиотензина-альдостероновой системы, раз, она тоже приводит к чему? К задержке жидкости совершенно такой вот очевидной. Поэтому, действительно, излишний вес, это, видите, это инсулин-резистентность, ухудшение равномерности дермы, появление там, возможно, пигментаций, ухудшение светоотражающей способности кожи, застойные явления, пастозность, подотечность мягких тканей. Это тоже визуально будет нам весьма лихо сказываться. Ну и плюс ещё активизация РААС, выработка ангиотензина-2, это, опять же, прямая дорога в дополнительную отечность. Поэтому, по сути своей, здесь, конечно, контроль веса, контроль питания и периодически всё-таки раз в год диспансерные обследования, базовые кровь из вены, кровь из пальца, я думаю, что это доминанта. Следующий момент, на котором, наверное, хотелось бы вот так вот каратенчик совсем остановиться, это, конечно, гормоны. Гормоны правят бал во многих тканях, потому что это такие вещества директивные его характера. Пришёл, связался с собственными рецепторами в ядре и сказал, теперь вы будете работать вот так. Включил экспрессию определённых генов, всё, вуаля, получите на выходе какую-то работу ткани и органов в целом, пока гормон на него влияет, вот определённым образом. Если говорить о коже, здесь, конечно, и говорить о женской, в первую очередь, аудитории, потому что чаще именно они задаются этим вопросом, как бы хорошо выглядеть, то здесь мы пока говорим про здоровых таких вот людей, да, сразу оговорюсь, потому что проблемы кожных заболеваний, мы их, наверное, отдельно коснёмся. Здесь, конечно же, контроль уровня эстрогенов будет играть очень важную роль, потому что действительно баланс женских половых гормонов, он крайне важен. С одной стороны, избыток эстрогенов, если вот упрощать, это опять же, среди прочего, задержка жидкости, то есть дополнительная отёчность, и не очень хороший сценарий. При этом вхождение в менопаузу, период переменопаузы, сама менопауза, вот, да, у некоторых мы имеем дело с ранними менопаузами, иногда, как ни странно, даже на косметологическом приёме, когда начинаешь беседовать с пациентками, а я напомню, у нас пациентки в основном, многим кажется, что они какие-то экзальтированные, что вот вечно зацикленные на внешности. Нет, обычно это люди, которые стараются хорошо выглядеть, хорошо за собой следить и, в принципе, думают о здоровье изнутри. То есть довольно ответственные, казалось бы, пациентки. Но иногда, когда спрашиваешь, как давно вы, в принципе, гормональный фон смотрели, были у гинеколога-эндокринолога, вот как у вас с этим, часто выясняется, что на протяжении нескольких лет не были. И у меня были случаи выявления ранних менопауз, когда я перенаправлял к смежным специалистам, и там ставили этот диагноз. Как только эстрогены идут под горку, то есть начинает их фон потихоньку снижаться, мы имеем массу драматических последствий для кожи и для её придатков. А кроме того, для связочного аппарата. Для кожи это сухость дополнительной кожи, вот здесь довольно частая проблема, что не очень, конечно, отражается на внешности. Если говорить про качество обновления кожи, опять же, вот это вот дерма, да, дермальный матрикс, он замедляется, скорость обновления начинает падать. Кроме того, замедляется обновление коллагеновых волокон в связочном аппарате. И фактически здесь начинает доминировать чуть больше эластика, и, в общем-то, это тоже может способствовать определённой степени дополнительному птозу мягких тканей. Поэтому вхождение в менопаузу, наверное, крайне важный процесс, чтобы он был мягкий, компенсированный и шёл под контролем специалиста. То есть здесь мы должны человека направить к гинекологу, эндокринологу, чтобы разбираться с этой проблемой. То есть здесь мы должны контролировать этот момент и заложить у пациента, в принципе, концепт, что если ты хочешь выглядеть хорошо и думаешь о каких-то внутренних процессах, то есть пошёл чуть дальше, чем я попользуюсь кремом, а на остальное, в общем-то, мне всё равно, то здесь, так или иначе, ему необходимо некие базовые анализы раз в год, диспансеризацию раз в полтора года проходить. И, в принципе, гормональный фон играет доминирующее здесь значение. И после 35 лет, учитывая, что есть у нас и ранние менопаузы, и совершенно разные ситуации, тем более надо внимательнее относиться к гормональному фону. Я уже не говорю о том, что, например, избыток эстрогенов – это довольно неприятная история, в принципе, для состояния жизнеугрожающих каких-то, развития опухолей и прочего. То есть, так или иначе, кожа здесь может являться, безусловно, определённым маркёром. Поэтому, в первую очередь, я бы направил свои стопы в сторону здорового образа жизни и хорошего, адекватного скрининга. Ну, то есть, вот этот стереотип, что мы будем пить специальные витамины, мазать кожу кремом, он, в общем-то, не сильно работает. Нужно следить за уровнем глюкозы, инсулина, половых гормонов. Ну, это первично, да. Если мы заботимся о своей коже. И следить, в общем-то, за своим весом. Ну, да. Это, конечно, верхушка айсберга. Дальше на него мы, конечно, накладываем тот же пресловутый витамин D, про который очень много написано. Да, есть большие книги, витамин D. То есть, какие-то витамины всё-таки нужны? Ну, по показаниям, опять же. По показаниям. То есть, тот же витамин D, он, безусловно, оказывает влияние не только там на обмен со стороны костной ткани, но и, безусловно, на работу дерма. На работу дермального матрикса. Там есть специальные рецепторы, да, которые тоже вот на это воздействуют. Даже сейчас это немножечко приурочили к работе сальных желёз. Там тоже витамин D считается косвенно, оказывает влияние на то же течение акне и так далее. Поэтому, да, поддерживать, если мы выявили какой-то гиповитаминоз, то мы можем вполне логично уже заниматься контролем этого процесса. То есть, это нужно делать обязательно после того, как ты сдал анализы и подтвердил гиповитаминоз? А вот просто профилактически принимать не нужно? Я считаю, что профилактически мы говорим, когда о витаминах, да, как правило, вот с точки зрения профилактики всплывают обычно три витамина. Из них они такие, ну, фактически, гормоны, да. Жир растворимые. С геномным действием, да. Которые липофильные, прекрасно проникают через клеточную мембрану, проходят, да, связываются со своими рецепторами и устраивают там уже какие-то изменения со стороны биохимических процессов клетки. То есть, это не шутки абсолютно. Витамин D, так как он действительно у многих находится в дефиците и сейчас есть рекомендации, мы мониторим, и поэтому, ну, скажем так, у большинства будет в какой-то степени дефициты. Это повод, опять же, наверное, для дискуссии, но так или иначе, вот по крайней мере, по клиническим рекомендациям, да, в плане референсов мы видим, что часто за пределами референсов оказываются эти значения. Ну, то есть, только при дефиците подтверждённом. Ну, конечно. А при этом гораздо хуже ситуация обстоит с двумя другими витаминами, которые ассоциируются не с витаминами, не с гормонами, а с витаминками. Это витамин А и Е, пресловутые. Лошадиные дозировки, содержащиеся в том же Аевите, например, да, которые, ну, точно не рекомендованы с точки зрения какой-то вот просто профилактического приёма, тем не менее довольно часто назначаются. И это, ну, не самые хорошие идеи, особенно в долгосрочной перспективе принимать эти витамины. Я бы сосредоточился, если говорить о качестве кожи, первое, на грамотно составленном уходе, если есть проблемы, по проблеме. То есть жирная кожа – одна история, пересушенная жирная кожа – другая история, сухая кожа – третья история, сухая кожа, склонная уже к раздражению, вот к красноте и так далее, ещё одна история. Вот какие-то состояния комедоны, акне – отдельная проблема. То есть в любом случае уход должен быть подобран по ситуации. Не надо, конечно, в молодом возрасте там 100-500 кремов на себя намазывать, использовать миллион масок, однако и пренебрегать этим тоже довольно глупо, потому что действительно всё равно большинство девушек, женщин точно используют в своей практике какие-то повседневные крема, умывания. И здесь можно построить некую схему действий, которая не будет обременительна, но будет бить точно в цель. Кожа – один из немногих органов, которые можем пошупать, и наружно подобрать какую-то правильную, организованную её поддержку. Если говорить о приёме внутрь каких-то веществ, то здесь, наверное, я бы сосоточился опять же по проблемам на веществах. Если, например, мы говорим о пигментации, к примеру, частая проблема, то здесь есть ряд растительных антиоксидантов, и не только, которые достоверно в ряде исследований показали свою эффективность с точки зрения профилактики развития гиперпигментации, с точки зрения более активного гашения в коже свободных радикалов, в эпидермисе в частности. И, в принципе, я бы тогда сосоточился, например, на этих препаратах в качестве профилактики перед активным солнцем, например. Те же самые коллагены, вокруг этого входит много нюансов и вопросов, работают, не работают, приём внутрь питьевого, например, коллагена. Если говорить о независимых исследованиях, их не так много. Они в основном строятся на братьях наших меньших, это крысы и это свиньи. Вот кормление гидролизатом, который был помечен, и потом, когда смотрели, что же, где же накапливался, в общем-то этот коллаген показывает, что похоже, всё-таки коллаген действительно расщепляется на коротенькие пептидики и адресно доставляется действительно в аппарат связочный и в кожу, собственно говоря, в дерму. То есть там он действительно накапливался, там его видели. При этом это меняет однородность дермального каркаса. К примеру, почему бы нет? Это неплохой достаточно путь для нас, судя по всему. Кроме того, есть интересные работы, которые показывают, что после ультрафиолетового облучения приём питьевого коллагена тоже немножечко снижает последствия кое-какие. Вот наступающие в дерме, а ультрафиолет – это, безусловно, ещё один большой блок, на котором есть смысл поговорить. И если человек хочет выглядеть молодо, бодро и хорошо в плане качества кожи… Ему надо защищаться. Без вариантов. То есть ему нужен крем с СПМ. Вот, к сожалению, это вот так. Особенно для наших светлых фототипов. Потому что у нас через одного то розация, мы о ней ещё, наверное, пару слов скажем, то, в принципе, вот этот первый-второй фототип, он же такой не очень удачный для солнца. Почему? Мало того, что человек обгорает всё время, а это уже оксидативный стресс в коже, это помимо онкорисков не очень хорошая история. Это и на внешность сказывается тоже негативно, пигментациями и так далее. Так ещё и мы же в основном, вот эти вот светлые фототипы, тут я и про себя говорю в частности, мы в основном склонны к наработке феомеланина. А он исходно такого красноватого оттенка. То есть, в принципе, большинству из нас даже и не светит красиво загореть. Мы всё время будем такие розоватенькие, не очень симпатичные. А этот самый феомеланин, кроме того, является достаточно мощным прооксидантом. То есть, помимо того, что мы фактически не защищены, потому что я напомню, меланин это в первую очередь что? Это мощный антиоксидант. Да, в общем-то, он не только в коже, как мы помним, вырабатывается. И он не только экранирует, но и сам по себе блокирует вот это развитие каскадных, вот этих свободно-радикальных реакций. И по сути своей, конечно же, мы всегда говорим о том, что если нарабатывается светлый тип, вот этот феомеланин, он плохо экранирует сам по себе прооксидант. Поэтому это будет влиять и на эпидермис негативно, на верхний слой кожи, конечно же. С возрастом постепенно УВБ, спектр излучения, он влияет у нас на эпидермис, а вот УВА, он будет влиять на дерму в том числе. И потихонечку-потихонечку мы получим и деградацию дермального матрица. Вот эти вот южные регионы, правда, не видно, что они особо несчастные от этого. Эти милые португальские, южно-итальянские женщины. Но да, они действительно выглядят, как печёное яблоко. Это связано именно с тем уже спектром ультрафиолетового облучения, который проходит глубже. То есть, загорать в солярии – это не полезно? Не очень-то полезно, прямо скажем. Как и везде в других местах загорать. И действительно, я напомню, что дефицит по тому же витамину D, потому что часто в простонародье тоже приводится миф, хотя он вроде уже давно развеян, но всё равно иногда он... Я пойду позагораю, и у меня восполнится дефицит витамина D. Это не работает. Ну, мы видим Ближний Восток, они пандемичны по дефициту витамина D. Хотя, казалось бы, Африка, там тоже хватает дефицита. То есть, казалось бы, это должны быть какие-то хмурые скандинавы или какие-то финские парни, ничего подобного. Как мы видим, вот эти вот смугленькие ребята, они прекрасно экранируют. Плюс ещё работает тут и генетика, ещё ряд факторов. Должен быть определённый спектр ультрафиолетового облучения в плане интенсивности. Даже не спектр, а интенсивность УФО тоже должна отличаться. Поэтому, в общем-то, защищаться для нас, это вот естественно абсолютно на лето. Особенно, если у вас светлый фототип. Если вы не хотите достоверно раньше постареть, подберите себе комфортный по текстуре крем повседневный с солнцезащитным фильтром. Благо, таких очень много. Сколько? 30-50? Ну, 25-30, это точно. Андрей Александрович, смотрите, мы с вами уже полчаса проговорили. Ужас какой. Да, про... Вы давайте подытожим, что... Давайте, да. По поводу витаминов, я поняла, что если есть доказанный дефицит витамина D, нужно принимать его. Да, безусловно. Нужно защищаться от солнца и не ходить в солярий. Нужно быть худым, стройным, бегать и использовать кремы наружно. Что по поводу еще других витаминов, есть какие-то рекомендации? Может быть, витамины группы... Я поняла, что витамины А и Е ни в коем случае не нужна. Ну, по крайней мере, в больших дозировках без выраженных дефицитов каких-то нет. Действительно, кожа и слизистые еще довольно часто, если мы говорим, например, о стойкой сибореи, о хиелитах, о заедах, которые долго проходят, здесь витамины группы В тоже выходят на достаточно важный план. Но, скорее, витамины группы В мы всегда рассматриваем в каком контексте? Безусловно, В-дефицитные состояния. В-дефицитные состояния будут весьма для нас неприятны в плане анемии. И здесь тоже диагностика. Про железодефицит я довольно осознанно умолчал, потому что иначе нам не хватит времени. Конечно, выраженный железодефицит или анемия, конечно, будет отражаться на внешности. Но носиться с железом как с писаной торбой, как сейчас это делают каждому второму, это какое-то безумие. То есть смотрят иногда вообще, только ферритин посмотрели, низкий ферритин, капельница с железом. То есть кажется, что это нонсенс. Но, тем не менее, мы это видим, иногда это происходит. То есть здесь я поэтому про железо умолчу. Это отдельный большой блок, когда нужно, когда не нужно. Но все-таки, на мой взгляд, это не первопричина ухудшений внешности. Все-таки вот те факторы, которые мы перечислили, они, на мой взгляд, более доминантны. Давайте теперь поговорим все-таки про наиболее распространенные заболевания кожи и попробуем выявить какую-то взаимосвязь с желудочно-кишечным трактом. Это вообще имеет какой-то смысл или нет? Или все-таки акне это чисто кожное заболевание, и никакой связи с желудочно-кишечным трактом или с едой эти высыпания не имеют? Ну, тут, конечно, прямо вот так вот сказать, что акне чисто изолированной вообще ни с чем не связано, тоже было бы, наверное, немножечко, может быть, избыточным утверждением. Однако мы на сегодняшний день, то, что знаем, по крайней мере, об акне, да? Акне – это угревая сыпь, правильно? Совершенно верно, да. Это, собственно говоря, как работает сальная железа, что влияет на её работу. И у нас на сегодняшний день известно, ну, по крайней мере, в публикациях приводится 6 типов рецепторов, которые влияют на работу сальной железы. Три из них так или иначе связаны с едой и образом жизни. Три немножко менее связаны. А это какие рецепторы? Первый – это рецепторы, конечно же, к андрогенам. Это понятно. То есть, мужские половые гормоны здесь правят бал достаточно часто. У нас есть даже поздние акне отдельной группы, менопаузальные акне. То есть, когда эстрогены идут по двору, и, собственно говоря, вот этот избыток андрогенов, мнимый, иногда укладывающийся в референс, запускает процесс появления акне. То есть, конечно же, гормональный фон поэтому у нас правит бал. Кроме того, мы сразу ещё оговоримся, что есть достаточно большое количество пациентов, у которых прослеживается чётко семейный анамнез, повышенная чувствительность к мужским половым гормонам, сальных желёз на генетическом уровне. То есть, генетику мы, к сожалению, здесь не можем списать со счетов. Это всем известный хорошо тип рецепторов. Следующий тип рецепторов, который тоже достаточно часто употребляется, это так называемые рецепторы к инсулиноподобному фактору роста 1. То есть, мы видим, что продукты с высоким инсулино-иммическим индексом могут вносить свою лепту, потому что избыточная выработка инсулина, ну или такая дополнительная... Это в первую очередь какие-то сладкие, легко усвояемые, рафинированные продукты. Молочные углеводы, да, и, соответственно, молочные продукты. Они... Ну, мы сейчас скажем вообще, что нам говорят статистика, потому что есть метаанализы, которые собирали большое количество исследований и смотрели, что же там с едой, то есть, связанных с акне и приём пищи. И дальше отслеживали их уже по достоверности, делали какие-то общие выводы. И вот мы сейчас тоже поговорим о неприятных для пациентов вещах достаточно. То есть, по поводу вот пищевых привычек, так как некоторые демонстрируют удивительную стойкость и действительно сдерживают себя и держатся, но, как мы выясним в скором времени, они делают это на протяжении очень маленького периода времени. Поэтому мы всегда говорим не о диете при акне, а о изменении образа жизни. И сейчас мы узнаем, сколько в среднем нужно дней для того, чтобы по исследованиям, по метаанализам, то есть, это хоть какой-то уровень доказательности, чтобы увидеть или не увидеть результат от пищевых интервенций при акне, насколько это улучшит картину. Если мы говорим дальше о рецепторах, следующий тип рецепторов – это гистаминовые рецепторы. Ну, о них сейчас не будем долго рассуждать, но действительно, вот иногда аллергические процессы тоже могут быть связаны с акне, но довольно косвенно. То есть, это человек съедает какой-то продукт, который усиливает выработку в организме пикового гистамина, и возникает такая угревая суть. Да, это далеко не доминант и не первопричина. И дальше мы имеем три типа рецепторов, то есть, из шести, в принципе, три типа рецепторов, которые связаны так или иначе с едой. Мы уже сказали, инсулиновый подобный фактор роста, который вырабатывается, и у него свои рецепторы присутствуют. Дальше – это рецепторы свободных жирных кислот, то есть, фактически, все вот это вот такое жирненькое, такие неправильные жиры, как это называется в простонародье, они тоже будут влиять действительно на, в общем-то, течение акне. Дальше – это рецептор к лептину. Лептин, как мы помним, это вещество, которое тоже вырабатывается, когда мы хорошенечко поели. Он, а, контролирует, сколько у нас там запасено, сколько в виде тепла израсходовать. Я, опять же, извиняюсь перед эндокринологами и диетологами, я, конечно, упрощаю. Я человек простой, от сахи, можно так сказать, от дерматологически-косметологической, я, конечно, в тонкостях, может, и не силён. Поэтому я перенаправляю. Но вот глобально, да, лептинрезистентность, нарушение чувствительности к лептину мы тоже видим достаточно часто при нарушении пищевого поведения, при хаотичном пищевом поведении. И есть ещё очень интересный тип рецепторов, который отвечает за… Вернее, не отвечает, а он тропинг, кортикотропин, релизинг гормону. Это вот ось гипоталамус, гипофиз, надпочечники кожи. То есть, это стресс. ГГНО кожи, совершенно верно. Поэтому, действительно, по опросникам большое количество пациентов отмечают связь со стрессом. Ну, про стресс мы отдельно скажем. Ось ГГНО кожи, она вообще такая многогранная весьма, и она вот довольно чётко прослеживается. Другое дело, попробуй тут не нервничай, в принципе. Но, смотрите, получается, что, первое, у нас есть несколько типов рецепторов, которые действительно зависят от пищевого поведения. Опять на арене появляется инсулин-резистентность, ожирение, хаотичный приём пищи без чистых пищевых промежутков, лептин-резистентность туда же, поедание большого количества жирного, вот такого жирной пищи, когда фритюр, вот эти все вещи тоже, так называемых плохих жиров, опять вот на арене выходят у нас. Единственное, что пищевые стратегии считаются, что эффективны, ну, по крайней мере, по тем исследованиям, что читал я, я тут не берусь абсолютно объективным быть, но то, что на победе выкладывается, так фигурирует более-менее в каких-то мета-анализах, вот, или в ревью, в принципе, в среднем считается 120 дней, тот период, когда мы можем оценить, сработало или не сработало. То есть, 120 дней – это 4 месяца. Поэтому здесь мы говорим не о «взял себя в руки» на месяц, а о изменении пищевых привычек скорее. То есть, нужно поменять пищевые привычки, откалиброваться, почувствовать, какие пищевые привычки вот вообще никак поменять не удается, иначе они влияют на качество жизни, загоняют вас, может быть, в стресс еще больше, да? Вот, какие все-таки удалось взять с собой в жизнь, так сказать, пищевые привычки измененные, и вот месяца за 4, откалибровавшись, посмотреть уже с такой, с абсолютно трезвой головой, а не в ситуации, когда там 3 недели держался, не ел ничего сладкого, и тут смотришь, где же мои вот эти вот результаты. Ну, то есть, 4 месяца человек должен отказаться от молока, от сладкого, от жирного. Ну, по возможности ограничить. Как минимум не принимать изолированное, например, быстрое влюбление. А продукты, может быть, в ответ на которые, вот как раз происходит выработка вот этого самого гистамина, да? То есть, съел что-то, а что чаще всего, какие-то продукты? Ну, здесь все равно, если говорить акне и продукты, то в целом мы все равно возвращаемся к быстрым углеводам. И к жирам. И к жирам, совершенно верно. Поэтому, по сути, свои быстрые углеводы, просто установить некоторые правила, что они есть натощак, логично совершенно. Постараться, если нет противопоказаний, построить график приема пищи четкий, сделать чистые и беспищевые промежутки. То есть, достаточно большие голодные промежутки. Ну, по возможности, если нет противопоказаний. То есть, я уверен, что вы, как гастроэнтеролог, тут меня можете поправить в ситуации, когда это не рекомендовано делать. Но в целом, да. Установить, опять же, ежедневно рутинный прием пищи, то есть, более-менее в одинаковый период времени, чтобы отладить вот эту вот выработку лептина, чтобы немножечко чувствительность рецепторов вернуть и так далее. То есть, здесь, наверное, все-таки мы говорим о вот этих вещах в первую очередь, да, и о пищевых интервенциях таких. Но это может не сработать просто потому, что может быть у человека высокая чувствительность к андрогенам. А скажите, пожалуйста, вот мы сейчас обсудили, да, вот этот вот весь патогенез, по сути, акне. Да, это по сути, да, это основа патогенеза. Но мы тут не услышали ничего про действительно воспаление слизистой оболочки желудка, повышенную проницаемость кишечника. То есть, когда я вижу перед собой молодую девушку с акне, я не должна ее обследовать на предмет гастрита, воспалительных заболеваний кишки, целиакии. Такие заболевания не являются причиной. Считается, что такая связь тоже усматривается, но с точки зрения доказательности, да, она чуть более вторична. Поэтому я бы выделял все-таки первичные какие-то меры профилактики и причинно-следственные связи. То есть, гинеколог, эндокринолог и диета. Да, все-таки да, и диетолог. И потом уже вторичный, потому что, конечно, мы можем рассматривать акне еще с позиции какой. Постоянно протекающее вот это вот хроническое воспаление, зачастую даже незаметное глазу, оно приводит в том числе к тому, что идет существенное объединение антиоксидантной системы, которое немножко гасит это воспаление. И с этой точки зрения сейчас довольно много стратегий рассматривается именно с позиции работы антиоксидантной системы, что если немножечко ее отладить, помогать иногда, то, в общем, воспалению можно несколько подавить. Даже тот же доксициклин сейчас рассматривается с позиции именно борьбы со свободными радикалами. То есть, есть исследования, вот интересные, показывающие, что, казалось бы, субклинические дозировки для бактерий, не дающие бактериостатического действия бактерицидного, однако они тоже работают при терапии акне. Поэтому с этой точки зрения мы можем, конечно, провести долгоиграющую параллель, что, к примеру, у нас есть, например, проблемы со стороны желчевыделения, проблемы с усвоением жиростворимых нутриентов, и это, в свою очередь, может оказывать, в том числе, в плане антиоксидантов жиростворимых, а именно они в эпидермисе правят балл витамин Е, в первую очередь, витамин D тоже в существенной степени. Ну, то есть, это можно построить эти цепочки. Однако, всё-таки, наверное, мы начинаем в плане доказательности. Но это больше фазуистика. Ну, так или иначе, мы начинаем в плане доказательности с основ, да, поэтому основы – это всё-таки не гастроэнтеролог, а гинеколог-эндокринолог. Раз. Два – это, безусловно, уже диетолог, если есть проблемы какие-то. Три – бывает, что просто, ну вот, к сожалению, акне, и ничего с этим не попишешь. Поэтому, в любом случае, обследование – это игра в долгую. А игра в быструю у нас тоже достаточно простая. Это наружная, подобранная правильная терапия, с разных сторон покрутить, повертеть, попытаться немножечко выстроить моменты. Возможно, это и какие-то системные интервенции, не обязательно радикального характера, типа системных ретиноидов, или же, собственно говоря, антибиотикотерапии. Но, тем не менее, вот начинаем мы с этого. Уже, как правило, удается более-менее взять всё под контроль, и дальше уже какие-то тонкие прицельные моменты. Потому что гастроэнтеролог здесь, к сожалению, вряд ли будет той спасительной какой-то соломинкой, которая вытащит пациента из этого заболевания. Скажите, пожалуйста, вот ещё часто приходят пациенты с таким диагнозом тоже от дерматологов, как розация. И тоже, вот я не совсем понимаю, что дерматолог от меня хочет. Но есть какие-то тоже данные, исследования о том, что розация каким-то образом связана с заболеванием желудочно-кишечного тракта. Вообще, расскажите нам, что это такое розация. То есть, а что такое акно представляют все, а вот что такое розация, и каким образом связь с желудочно-кишечным трактом? Это тоже мультифакториальное заболевание, где, безусловно, сейчас не удаётся выделить прямо главный звено патогенеза, единственное на него повлиять и убрать это состояние. Здесь генетика, видимо, правит в определённой степени бал. Считается, в частности, что происходит достаточно активная наработка в коже вещества каталицидин, которые, в свою очередь, при переходе в активную форму вызывают выраженные сосудорасширения. И кроме того... Это только на лице или на сердце? Главным образом это касается сосудов лица. Безусловно, генетика здесь играет, видимо, какую-то роль. Не зря раньше розацию, к слову, называли болезнь кельтских приливов, подразумевая первый, второй фототип. То есть, вот, видимо, кельты, я не знаю, как они. То есть, это лицо с такими телеангиэктазиями, что ли? Не обязательно. Это может быть лицо по типу моего, но не загримированного лица. Я хороший пациент с розацией, с начальным проявлением красноватость. То есть, пациенты очень часто отмечают, что либо появляются белёсые круги под глазами, а вокруг краснота, либо краснеют щёчки, в первую очередь, область подбородка, либо случаются такие приливы, когда, в принципе, лицо вроде бы не красное, но при этом, выйдя из душа, человек чувствует, что как-то есть ощущение жара, понервничал он после спорта, он чувствует, что есть ощущение жара и появляется пылание. То есть, это больше не заболевание кожи, а сосудов кожи? Конечно, это сосудистая патология. Дальше мы видим ухудшение, если идёт всё дело по усугублению процесса, то мы видим, как появляется уже стойкая эритема, и зачастую мелкая сосудистая сеть. Если воспаление продолжается, выходят клетки, вырабатываются провоспалительные различные цитокины в межклеточном пространстве, мы видим, как у нас происходит уже появление папулопустул, вот таких вот уже, да, папулопустулёзных заболеваний. Гныничков. Гныничков, да, или по типу прыщей элементов, но безболезненных и существующих долго. Вот такая вот картина, в принципе, урозация. По сути своей, несколько факторов этому, считается, способствуют. Во-первых, эти вот сосуды очень тоненькие в дерме, которые находятся, это большая сеть очень таких ничтожных по диаметру очень тонких сосудов. Получается, что нарабатывается этот вот католицидин, он избыточно нарабатывается, переходит в активную форму, способствует расширению сосудов раз за минуту времени, там больше, соответственно, проходит крови, и она медленнее проходит. Замедленнее. Это зависит как-то от еды или от заболеваний? Сейчас скажу. Вот, то есть, да, ускорюсь немножко, и фактически адгезия клеток увеличивается. Считается, к слову сказать, при разации, что вот демодокс, как раз пресловутый, его компоненты клеточной стенки, они влияют на ускорение вот этой наработки активной формы католицидина, то есть, влияют на воспаление. А в этом демодоксе, считается, ещё живут бактерии, и эти бактерии, в свою очередь, усиливают активность провоспалительных цитокинов в коже интерлекина 6-го в частности, вот, по крайней мере, про него вот есть работа. Ну, то есть, в первую очередь, мы должны искать клеща у таких пациентов? Ну, клещ, он нормальный, он везде живёт. В первую очередь, проблемы с сосудами. Почему так происходит? Вот, ну, чёрт его знает. Сосуд вот расширен, да, вот этот вот католицидин выработался. В принципе, у нас патологически в этих сосудах вот тоже оксид азота, высокая наработка идёт оксид азота, а он, как мы помним, сосудорасширяющий, да. Так этот оксид азота ещё, злодей такой, при контакте с активными формами кислорода, он переходит в высокотоксичное вещество пероксинитрит, который является мощным прооксидантом, таким вот окислителем. То есть, всё приводит к чему, фактически? У нас с возрастом больше и больше у пациента склонного к розации нарабатываются сосуды, которые расширены. В итоге, из-за того, что за единицу времени там проходит больше крови, их клеточная стенка, так как я начал с того, что это такие очень тонкие сосуды, она повреждается безнадёжно, и они не могут сузиться уже. Поэтому вот мой совет, если говорить про розации, да, прежде чем копаться изнутри, просто уберите расширенные сосуды. Есть прекрасные методики, сейчас это уже вошло и в клинические рекомендации, в те же американские, например, да, на широкополосный свет, фототерапия, неодимовый лазер. Уберите вот эти сосуды и станет лучше. Активные такие вот формы уже, когда папулопостулиозные розации, великолепно идут на этих методиках. Поэтому прежде чем заниматься разбором полётов изнутри, отсеките то, что есть снаружи. По поводу пищевых интервенций, да, продукты, которые усиливают вот этот вот прилив, да, крови, усиливают сосуды расширения, перчёные, вот острый продукт, алкоголь, безусловно, конечно, да. Потому что алкоголь, ещё как. Плюс тут кому-то же с генетикой может повезти, с алкоголем кому-то нет. Ведь алкоголь у нас в два этапа расщепляется, как мы помним, да. У нас нарабатывается ацетальдегид, насколько я помню, и дальше уже он, в общем-то, в безобидную уксусную кислоту переходит. И вот этот вот ацетальдегид, он, собственно говоря, высокоактивное вещество, вот почему краснеем, да, вот, расширяет сосуды весьма лихо. Вот, и поэтому, если я ничего не путаю, я тут я боюсь опять наврать, я поэтому в очередной раз извинюсь перед, уже не знаю, как диетологами, да, потому что у нас есть алкоголь до гидрогеназа, да, и дальше ацетальдегид до гидрогеназа. Вот два этапа, да, у кого-то оба хорошо работают, человек, в общем, не пьянеет, в общем, у него нету похмелья, всё такое, спился, в общем, спился человек, да, пропал парень. Вот, а у кого-то хорошо работают только первые стадии, поэтому он такой красненький весь становится, да, вот, в общем, пьянеет медленно, ну, вот, и потом похмелье его беднягу мучает. Андрей Александрович, ну, а нам чего делать, гастроэнтерологам? Надо их обследовать, например, каких-то заболеваний. Хеликобактер пилори считается, да, вот, у них хитрая ситуация с розацией. Считается, что хеликобактер пилори неким образом ассоциирован с розацией, поэтому здесь мы логично отправляем и на вас как-то уповаем уже. Найдите, вылечите, уберите. Вот, это первый момент. Второй момент, это то, что вот, когда сравнивали по группам, разные возрастные группы брали пациентов с розацией и без розацией, те, кто с розацией, там чаще отмечались различные патологии со стороны желудочно-кишечного тракта, в частности, как раз язвенная болезнь желудка, СИБР или СИБО, да, ну, тут вам виднее, уже не лезу в это вот, то есть отмечалось, что это чаще. Но, тем не менее, вот, как это вот взаимосвязано, пока вот цепочки, по крайней мере, насколько я смотрю по публикациям, да, насколько я смотрю по классическому патогенезу, пока вот непонятно. Ну, то есть у больных с розацией гастроэнтеролог всё-таки должен полечить синдром избыточного бактериального роста, если он видит какие-то клинические проявления, да, выявить, постараться хеликобактер пилори, провести эрадикацию, и тогда есть шанс, что человеку станет получше. Да, да. И если форма тяжёлая, розация, то тут я всем коллегам бы советовал, если папулы, пустуы есть, переоральный дерматит, как отдельный тоже такой момент, вот здесь отправьте к косметологу на фототерапию или на терапию неодимовым лазером, поверьте, очень быстрая и хорошая динамика, то есть мы просто убираем часть вот этих патологически расширенных сосудов, провоспалительный компонент уменьшается, вуаля, мы получаем неплохие, реально быстрые и хорошие результаты. Две-три процедуры, человек выглядит по-другому, это стойкая ремиссия, к сожалению, наружными средствами, как бы мы ими не апеллировали, нам не удаётся добиться такой ремиссии, к сожалению. Но всё-таки есть же какие-то заболевания кожи или кожные проявления, когда мы действительно должны искать желудочно-кишечные заболевания? Вот можете нам перечислить какие-то, вот когда врач-терапевт или гастроэнтеролог, или там дерматолог увидел там какую-то определённую сыпь или там что-то, он должен сказать, обязательно идите к гастроэнтерологу, потому что вам надо... Ну вот здесь, например, на ум, наверное, приходит, что узловатые литемы, например, это область голени в основном, такие пятна, да, довольно застойные, красного цвета, достаточно глубокие. Плотные? Плотные, да. Задящие? Иногда зуд присутствует, суставная боль иногда присутствует тоже. Вот, например, в этом направлении мы должны насторожиться. И что, о чём говорит узловатая эритема? Ну, со стороны желудочно-кишечного тракта здесь нам необходимо дополнительное обследование как раз на предмет изменения кишечной проницаемости, на предмет состояния желудочно-кишечного тракта. Тут есть... Воспалительные заболевания кишки, болезнь крона и язвенный колит. Да, совершенно верно, да. А вот ещё гангренозная пиодермия. Тоже. Как она выглядит? Вот я знаю, что при болезни крона мы одним из вот таких вне кишечных проявлений является гангренозная пиодермия. Даже звучит зловеще, да? Да, то есть это по типу прыща, который вот... Да, с распадом, то есть это гнойные высыпания с определённым распадом в зоне воспаления. То есть здесь я, наверное, не берусь описывать, потому что я хоть и довольно образен в словах, но я просто предлагаю коллегам, ну, берите, загуглите, да, посмотрите, потому что мы хотели подготовить слайды, потом подумали, что со слайдами всё совсем затянется, тоже был такой интерес. То есть если мы увидим гангренозную пиодермию, зловатую эритему, то мы обязаны отправить гастроэнтерологу, который бы провёл колоноскопию, сделал анализ на фекальный кальпротектин и исключил воспалительные заболевания кишки. Да, абсолютно верно, абсолютно верно. Потому что вот при состояниях, о которых мы говорили, здесь, я повторюсь, я не отрицаю целостности, да, целостности протекания биохимических процессов в организме. И, конечно же, мы, безусловно, наверное, дойдём до того момента, когда желудочно-кишечный тракт удастся в полной мере диагностировать, в частности с позиции микробиоты, и при помощи него управлять разными процессами, протекающими на коже, в том числе хроническими. Но, так или иначе, очень часто за счёт тиражирования в средствах, в соцсетях, в первую очередь, да, каких-то вот таких алгоритмических постулатов, что, мол, погоняй желчь, откажись от молочки, да, там, не ешь глютен, вот эти вот вещи, зачастую за этим забываются о базовых вещах, более важных при кожных заболеваниях, вот, о которых мы сегодня, по крайней мере, говорили, при акне, при розации, при атопическом дерматите. То есть, всё равно надо начинать с простого и дальше уже идти к сложному. Друзья, ну вот мы получили вопросы, они очень типичные, они именно такие, с которыми каждый день на приёме приходится сталкиваться. Отношение к анализу на микробиом кишечника по Осипову. По Осипову, посев кала на дисбактериоз. Мы можем делать совершенно разные анализы, но это никакого клинического значения не имеет. В первую очередь, во-первых, этот конкретный анализ, он не валидирован и не используется нигде в мире, и, в общем-то, не получил какой-то стандартизации и признания. Во-вторых, даже если мы получим действительно какие-то отклонения, мы не умеем пока корректировать состав микробиоты. Те пробиотики, которые вы принимаете внутрь, они в большинстве случаев погибают, во-первых, в желудке, потом погибают в кишке. Те, которые не погибли, проходят через кишку транзитом. Пока они идут транзитом, они оказывают определённое благоприятное действие, синтезируют короткоцепочные жирные кислоты, витамины, там какие-то ещё оказывают благоприятные эффекты. Но, к сожалению, скорректировать, улучшить, нормализовать, оптимизировать состав микробиоты и таким образом вылечить кожу мы пока не умеем. На этом, да, мы уже очень сильно перебрали со временем. Огромное спасибо вам за ваше внимание, за ваши интересы, за ваши вопросы. Я буду с нетерпением ждать вас на следующей передаче из цикла Гастро Клуб. До свидания. До свидания.